что-то не вижу я своего дерева со скамейкой поболтаю еще пока не забыл а да посмотрел видео случайно короткая вот к слову а тик токи шорт с этих ютюбе там иногда бывают очень таки деловые дельные вещи полезные там мужик бегун рассказывал то как определить когда начинают сжигаться жир то есть ты сначала бежишь и у тебя сжигаются углеводы просто который гликоген с печени и твой жировой запас он никак не не трогается а когда тот момент когда тебе становится не кабель а как-то тяжело грустно на тебя наваливается какая-то грусть тоска печаль депрессуха и знаете я такой блин а ведь да есть такое состояние и в беге и это применительно к велосипеду тоже когда ты сначала вы когда ты выезжаешь вот на велотур велопрогулку тебя всегда эйфория потому что воздух ночная кровь насыщается кислородом вырабатывается эндорфин мозгу и всегда у меня эндорфия счастье радость в моем скамейке потом потом так нейтрально ты едешь 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 и когда ты начинаешь уставать настроение портится падает а ты такой блин мрачные мысли появляются это вот тот момент по его описанию этого чувака когда начинает когда заканчивается углеводы организма гликоген с печени и начинается топиться подкожный жир собственно говоря залежь жира точно вот в этот момент когда наваливается депрессуха вот я вот сейчас вот еду мне отлично я выехал из дома мне такая эйфория сейчас просто еду болтаю мне отлично нехорошо и неплохо нейтрально когда я проезжаю там какой-то определенный километраж это как правило там вот под полтинник для меня это вот после 50 уже настроение такое себе а вот когда сотку проезжаешь вот там уже вообще это такое плента какого черта да нафиг это надо да зачем я вообще езжу и и нафиг этот youtube канал это никому не надо и мне не надо и зачем я себя гроблю ни одной позитивной мысли это значит начался момент сжигания жира и интересно и полезно это знать я вам скажу ты вот то есть он рекомендации его такая как только вы заметили это у себя что настроение испортилось пробегите еще 15-20 минут и хватит вот их применительно к велосипеду это можно наверное где-то еще минут сорок пять час и хватит то что 15 минут бега наверное равняется часу езды на велосипеде ну 45 минут а вот так то есть настроение ухудшилось заметил что настроение ухудшилось еще часок и все и ты уже должен быть дома то есть надо так так проектировать время то есть в зависимости от того как далеко ты от дома или от машины то есть уже чтобы не заехать еще дальше и не усугублять этот процесс потому что мне кажется он нифига не полезный он полезный какое-то время определенное вот как он сказал 15 минут еще и хватит а дальше ты уже начинаешь уже как бы засирать организм уже начинает вырабатываться токсины закисление в общем излишне нормальных рамках это хорошо излишне это уже есть хорошо сегодня прямо буду сейчас вот еду прямо буду наблюдать за собой за своим самочувствием состоянием уже как бы зная в воде этой информации как она через сколько километров начнет портиться настроение интересно прямо и еще потом проеду сколько-то там минут 45 и все уже должен быть дома короче вот такая вот инфа пока не забыл мне кажется она интересная и полезная и причем интересный еще сам факт вводения этой информации потому что ты можешь тогда осознавать что на самом деле мир не такой уж и ужасный и полчаса или час назад он был прекрасный радужный и сейчас за этот час ничего не изменилось он такой же и остался это просто твоя реакция реакция твоего организма на физическую нагрузку все и осознавая это ты можешь как бы смотреть на свои мысли со стороны и ты и не усугублять этот психологический процесс падение в эту яму депрессивно депрессивного состояния ты можешь как бы все-таки контролировать это состояние и отдавая себе отчет что это не ты это не твои мысли это просто реакция твоего физического тела твои оболочки на нагрузку физическую нагрузку вот как-то так прикольно ну да так что видите что что и и и и что и и и и и и Продолжение следует... 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 я это все списываю на тормоза которые еще ни разу не перебирал наверно там стерлась колодки как-то задевает вообще какая-то церковь поеду и еще сфотографирую координаты тайника сюда и ведут к этой церкви вот мне осталась одна минута вот так опять же если не геокетчинг никогда в сюда не забрел вот тут руины остатки здания и церковь такая координаты идут прямо сюда с левой стороны где-то сейчас будем искать погодит похоже я здесь ничего не был зайти вовнутрь как правило все эти церкви всегда открыты евангелиша кирхенге майнды трипс с евангелическая церковь они всегда открыты всегда никогда не видел чтобы они были закрыты вот так это выглядит снутри никого какой-то ремонт идет здесь у меня там не собрут велосипед надо понимать наверное здесь есть что украсть я не знаю вообще никого еще в семьсот семидесятый год красавчики это я перестаю удивляться разницы между религии между их и нашей всегда какая-то суета у нас и такие-то бабки свечки суета здесь все очень благородно на доверие никто не сторожит круглосуточно никто не ворует круглосуточно прямо где-то здесь вот координаты прямо я значит здесь читаю задание еще раз задание так привет у входа в церковь святого фомы мы спрятали небольшую традицию внутри небольшой традиционный киватыйник церкви можно увидеть среди прочего орган из бука и редкий мельничный алтарь определенно стоит посетить то есть какой-то какой-то мельничный алтарь должен быть редкий мельничный алтарь и орган из бука интересных так не магнитный магнитный конечно может быть где угодно вот на этом заборе заборе как будто не буду лазить обойду как будто на этом фонаре что ли в этом в урне или что странная какая-то для урны это пикнется вообще вот я баран это пикнется так снизу открывается так магнитный друзья где здесь перевоз все железные и примагнитить можно где угодно но координаты показывают где-то возле этой скамейки даже скамейка железная я посмотрел снизу нигде ничего еще эту урну обсмотреть она тоже железная вот он красавчик спрятался тюпишь зеленый колпачок заполняем их верну словно а старый нашлег танкс деревянный танкс теперь будет кисель первых Двадцатый 121 тайник Ю-ху Голубя, причем голуби Там такие здоровые Интересные Огромные Какие-то Прикольно Один только белый Сексик Глаз молодежь, здоровый, офигеть на место координаты следующего тайника значит он в 1,7 километров отсюда посмотрел с травы сколько я приехал 33 километра проехал по поводу задания в следующем тайнике написано здесь раньше был мост на другую сторону и подсказка бетонная плита или на бетонной плите что-то такое красивый вид на требель много лет назад здесь был мост на другую сторону дополнительная подсказка бетонная плита поехали поищем башня и башня как башня еще которая при церкви или это есть собственно говоря церковь но часы там смотрите какие часы интересные такие железные просто цифры и стрелки таких еще не видел они еще и с двух сторон они наверное вообще со всех четырех сторон альтер швейда трип трип зель интересно поснимать интересный городишко такой маленький такой маленький и в то же время такой интересный и ворота еще вход внутрь открыт я не знаю есть там какая-то мелочь или нет что-то было в велосипеде и в сумке тут наверное шпенден надо какой-то оставлять да да ладно так в носталье в нем то ты глухи спал 9 до 15 30 айтрит костан фрай шпенден зин фель комы сейчас привяжу велосипед и я полез конечно же велосипед и лезу конечно же вовнутрь раз не тут приглашают прямо вот господи кой прикольно фонари деревянской сыростью интересно я заделал похоже что то похоже что это все трипзеяр тор это типа торф 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 какой-то забывали это капканы это какие-то торф шве фельдферды короче чтобы подкова и такие обувь торфяная обувь для лошадей чтобы по торфу ходить вот как выглядело все это походу они вот так собирали торф тут вон какие-то шуи старые вопады вопады это ж когда никого внутри в музей просто хочешь заходи смотри собственно говоря и все я думал тут нужно наверх подняться это что за выставка как выглядят наши улицы как выглядят на улице у нас пол фуспода пол короче походу у нас а вот здесь наверно наверх я думал можно подняться на смотровую вышку но это тоже хорошо видимо карты меккландоу форта мэн прикольно прикольно